Ах, черт, мы снова идем. Наверное, игры не будет. Что логично. Вот они все слева направо. Нацуки, Юри и Саюри. Посмотрим. Обычный учебный день. Такой же, как всегда. Как обычно, вокруг повсюду парочка и друзья, которые идут в школу вместе. Каждый раз себе говорю, что пора бы познакомиться с какими-нибудь девчонками. Сейнт. Ну, с одной девчонкой я уже знаком. Это с Саюри, мы с ней живем по соседству и дружим с самого детства. Когда-то мы ходили в школу вместе каждый день. И с недавних пор вновь стали это делать. Сейнт, ты гордишься мною? А? За что? Ну... Я проснулась вовремя. Ну, так это ведь уже не в первый раз. Вообще по-другому все начало. Ага. Но ты до сих пор ни разу меня не похвалил. Хотя мы ходим в школу вместе каждый день. Ну, мне казалось, это само собой разумеется. Даже стыдно говорить такое вслух. А ты все равно скажи. Меня это мотивирует. Ладно, ладно. Я горжусь тобой, Саюри. Хи-хи. Мы вместе переходим улицу и направляемся к школе. Чем ближе мы подходим, тем больше вокруг учеников. Все торопятся успеть к началу занятий. Кстати, Сейнт, ты уже решил, в какой клуб пойдешь? Клуб? Сколько можно повторять? Я не... Я начинаю говорить то, что говорю каждый всякий раз. Я не хочу вступать. Ни в какой клуб. Но что-то мне подсказывает, что сейчас Саюри может обидеться всерьез. Я же не могу заявить, что все клубы это пустая трата времени. Когда она создает свой собственный клуб. Вау. Она у нас получается теперь лидер литературного клуба. Ну, логично. Как бы кому-то нужно быть, если Моники нет. Вообще-то, да. Думаю, я решил, в какой клуб я хочу вступить. Правда? В какой? Говори скорее. Пусть это будет сюрприз. Ну... Вредина. Потерпи, скоро ты все узнаешь. Раньше я удивлялся, и как это я позволяло легкомысленной девчонке учить меня жизни. Но с недавних пор начал осознавать, что в чем-то я и завидую. Когда Саюри всерьез чего-то хочет, она горы способна свернуть. Поэтому, мне кажется, я должен сделать для нее что-то особенное. День в школе проходит как обычно. Ничего выдающегося. Взяв вещи, я поднимаюсь с места и пытаюсь собраться с силами. Ммм. Я помню номер кабинета, который мне нужен. Он был указан в объявлении. Я прохожу по коридору и поднимаюсь по лестнице. В этом крыле школьного здания я редко бываю. Вскоре я нахожу нужный кабинет. Неуверенно приоткрываю дверь. Привет. Ой, Сейнт. Ты... ты... ты что тут делаешь? Ну, я просто... я оглядываюсь по сторонам. Хм... Так это ты тот самый, Сейнт, про которого вечно рассказывает Сайори? Спасибо, что заглянул... к нам. Приятно познакомиться, Сейнт. У нас тут литературный клуб. Надеюсь, тебе у нас понравится. Да ладно, Юри. Почему такие церемонии? Он еще решит, что мы тут все такие щепорные и сил нет. Оу... извини, Нацуки. Рослая девочка, которую, кажется, зовут Юри, выглядит застенчиво и в сравнении с остальными. А вот Нацуки, несмотря на маленький рост, очевидный лидер по характеру. Мне очень приятно с вами познакомиться. Надеюсь, нам вместе будет интересно в клубе. В... в клубе? Сейнт, только не говори... ты... Ага, я решил вступить в твой клуб, Сайори. В литературный клуб. У Сайори загораются глаза. Не может быть. Да ты что? А-а-а! Сайори вешается мне на шею и подпрыгивает. Эй! Хе-хе. Ну, если Сайори так довольна, наверное, и мы к тебе как-нибудь привыкнем. К тому же, теперь нас четверо, а значит, мы можем стать клубом официально. Не знаю, что ей сказать. Надо это отпраздновать. Ага. Сегодня как раз подходящий день, да? Да. Как раз, когда Нацуки решила... Эй, не порти сюрприз. Хе-хе. Прошу прощения. Давайте все за стол. Может, я уж тогда и чай заварю? Девочка сдвинули вместе несколько парт, чтобы получился общий стол. Нацуки и Юри отходят в угол. Нацуки берет поднос, завернутый в фольгу, а Юри открывает шкаф. Мне по-прежнему неловко. Я опускаюсь на стул рядом с Сайори. Нацуки гордо шествует к столу с подносом в руках. Ну что, все готовы? Та-дам! Ура! Нацуки разворачивает фольгу. На подносе расставлена дюжина воздушных белых пирожных в форме котиков. Усы нарисованы белой глазурью, а ушки сделаны из кусочков шоколада. Какая прелесть! Ничего себе! Потрясающе! Хе-хе, да я еще и не такое могу! Попробуйте скорее! Сайори хватает пирожное первой, и я следую ее примеру. Вкуснотища! Сайори говорит с набитым ртом, она вся успела перемазаться глазурью. Я верчу пирожное в пальцах и пытаюсь понять, как его лучше надкусить. Нацуки подозрительно притихла. Я замечаю, что она искосо на меня поглядывает. И кажется, ждет, когда я наконец попробую пирожное. Я откусываю кусочек. Глазурь сладкая и ароматная. Неужели она сама ее приготовила? Это очень вкусно. Спасибо, Нацуки. Конечно, это вкусно. Я, между прочим, профессионал. Так что не надо меня благодарить и вообще. Пока Нацуки решает, принимать комплимент или нет, Юрий возвращается к столу и приносит чай. Она аккуратно ставит чашку перед каждым из нас и водружает чайник рядом с пирожными. Вы держите в классе все, что нужно для чая? Не беспокойся, учителя нам разрешили. Наслаждаться хорошей книгой всегда лучше с чашечкой горячего чая. Ну да, наверное. Что, Юрий, ты уже пытаешься произвести впечатление на нашего новичка? Неправда, я не... Юрий с оскорбленным видом отворачивается. Я серьезно вообще-то... Я верю. Если честно, читать за чаем я не очень люблю. Так-то чай я пью, конечно. Мне всегда нравилась эта фраза у него в начале. Типа, чаек вообще нормуль, да. Книги как-то не мое, я по манге, пацаны. Хорошо. На губах у Юрия мелькает довольная улыбка. Так, расскажи нам, Сэн, что ты любишь читать? Ну, последнее время я читал так мало, что на этот вопрос у меня нет ответа. Мангу? Я барбочу это себе под нос наполовину в шутку. Нацуки внезапно вскидывает голову. Кажется, она хочет что-то сказать, но сдерживается. Ты не особый любитель чтения, я так понимаю. Все может измениться. Что я несу? Я это ляпнул, не подумав, просто потому что увидел опечальную улыбку Юри. А ты что любишь, Юрий? Даже не знаю, с чего начать. Юрий задумчиво водит пальцем по ободку чашки. Больше всего я люблю романы, фэнтези. Они переносят читателя в миры, рожденные авторской фантазией. Не перестаю поражаться, сколько труда и таланта нужно, чтобы придумать такое. И мне нравятся увлекательные сюжеты, которые разворачиваются в этих фантастических мирах. Юрий увлекается и говорит без остановки. Это явно ее любимая тема. Сначала Юри показалась мне застенчивой тихоней, но когда она говорит о книгах, у нее загораются глаза. С ними ей явно проще, чем с людьми. Вообще-то я много чего люблю. Ау. Не надо стесняться, даже если ты читаешь мало. Мы наверняка найдем что-то, что всех нас объединит. Юрий. М? Вообще-то, первое, о чем он сказал... Про мангу? Да. Нацуки читает мангу в клубе. Не смей об этом говорить. Почему-то Нацуки выглядит ужасно смущенной. Кроме того, манга это тоже литература. Вы в курсе? Так что, если Сэнь захочет почитать мою мангу, не смей ему мешать. Нацуки. Я о таком и не думала. Хотя, мне кажется, немного разнообразия каждому из нас не повредит. Он может попробовать и что-то новое тоже. Ты согласен, Сэнь? Наверное. Ощущая напряжение, возникшее между нами, Сайори спешит вмешаться. Мне кажется, мы все могли бы попробовать что-то новое. Это было бы прикольно. И заодно мы бы лучше узнали друг друга. Ну, литературный клуб, он для этого и нужен. Правда? Я вовсе не спорю. Да. Ты, как всегда, права, президент. Хе-хе. Так что, мне нужно выбрать какой-то роман или что? Нас таких будет двое. Если делать это не в одиночку, так я вовсе не против. А Юри тогда... Я что, должна читать мангу? Блин. Ты же первая сказала, что нужно разнообразить свои интересы. А теперь от... отгораживаешься. Обидно даже. Обидно? Я... я не хотела. Юрия о чем-то думает с виноватым видом. Прости, Насуки, я не хотела обесценивать то, что нравится тебе. Если ты этим увлекаешься, наверняка это тоже достойный вид литературы. Ты из вежливости так говоришь? Нет. Я осознала свою ошибку. Так что, если ты возьмешься читать роман, я в знак благодарности подберу мангу для чтения. Правда? Ну, я... Я очень рада, что ты готова пойти на это ради меня, Юри. И я обещаю тебе понравится то, что я выберу. Обещаю тебе то же самое. Думаю, после заседания клуба я загляну в книжный магазин. Ты одна пойдешь? Эээ... Если хочешь, пойдем вместе. Хм... Если ты не возражаешь. Вовсе нет. Я просто всегда хожу туда одна, поэтому... Я тоже. Какие вы няшные. Сайори молчи. Я тебе там тоже... Ха-ха-ха. Я уже вижу сейчас такая Насуки, я не няшная. Эээ... Я тебе там тоже мангу покажу. Хочешь? Да? Я жду с нетерпением. Насуки и Юри начинают убирать со стола. Хи-хи. Ну что, заседание клуба закончено? Вроде да. Славное, что все так ладят друг с другом. Скажи. И мне кажется, что ты им всем тоже понравился, Сейнт. Ты так думаешь? Мне кажется, когда ты рядом с Айори, всем становится проще и веселее. Да ну у тебя, Сейнт. Не говори так, ты меня смущаешь. Ну ладно. Вообще-то, я удивился, когда ты сказала, что хочешь создать свой клуб. Но теперь мне кажется, что ты на верном пути. У нас будет самый лучший клуб на свете. Теперь, когда ты с нами, каждый день будет как праздник. Сейнт. Большое тебе спасибо. Я правда очень рада, что ты пришел в клуб. Но вообще-то, я и так знала, что ты это сделаешь. Хи-хи. Так что, моя благодарность, она за другое. Я хотел сказать спасибо за то, что ты избавился от Моники. Да. Я знаю, что она сделала. Может, это потому, что я теперь президент клуба. Но мне правда известно все, Сейнт. Хи-хи. Я знаю, сколько усилий ты прилагал, чтобы все были счастливы. Я знаю, какие ужасные вещи Моника делала, чтобы всем стало хуже. Но теперь все это не имеет значения. Ведь остались только мы. И ты подарил мне счастье. Огромное счастье. Когда я думаю о том, что теперь каждый день буду проводить вот так. С тобой. И так будет всегда. В. С. С. Г. Д. Чё? Что такое? Д. Г. Нет? А что за буквы были? ВСДГВ. А? Что происходит? Я не позволю тебе причинить ему боль. Это типа Моника возвращается? Окей. Кто? Больно? Ээээ. Мне так жаль, это была ошибка. Счастья нет и не будет. Прощайся, Юри. Прощай, Сейнт. Прощай, литературный клуб. Внезапно. А я-то думал, что это... На самом деле может быть хэппи-эндом. Эээ, ты меня слышишь? Привет. Это я. Ты помнишь, я играла на пианино? Училась и всё такое. И мне не очень хорошо выходит. Совсем не выходит. Если честно. Но я сочинила для тебя песню. И мне хотелось, чтобы ты её услышал. Потому что я очень старалась. Так что вот... Это песня Моника? Я не буду петь, чтобы не портить мелодию. Это песня Моника? Играет музыка. Энди глянди. Эээ, ты мне поймешь, я не знаю. Но я-то пользу тебе Поехали. Продолжение следует. Редактор субтитры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok удалить изображение вот она конечно слушайте но до конца не знаешь чем закончится вот я уже был уверен что типа вот он мир новый моника себя стерла тут будет все по-другому а тут она врывается как всегда такая ну что друзья я все-таки передумала части нету не будет жёстенько жёстенько я не знаю будет ли сейчас возможность начать игру полностью с нуля и если да мы попробуем вариант удаления моники сразу как написал один из подписчиков и посмотрим что произойдет в таком случае произойдет ли что-то вообще другое ну прям жестит 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 все удаляет давайте я немножко промотаю мелодия великолепная но что под нее происходит мне не очень а мы промотать не можем ну ладно насладимся только себя не удаляет они удаляют смотри какая фаталистка моника ну ты фаталистка конечно особая благодарность моника и сейн риму в игра скрипт окей создано с любовью авторами тим салвата блин ну разработчики жесткие ребята жесткие так на этом я прощаюсь литературным клубом я наконец поняла литературный клуб это место где никто не может обрести счастье до самого конца он осаждал невинные умы чудовищными образами реальности которую наш мир не в состоянии вместить я не могу подвергать своих друзей таким невыносимым откровением но я хочу сказать тебе спасибо за все то время что мы были вместе за то что мои мечты сбылись благодаря тебе за дружбу и особо за то что теперь ты навсегда в моем литературном клубе с бесконечной любовью моника ошибка необходимые файлы отсутствуют или повреждены запустить и запустите файл перезапуск для отладки и перезапуска виртуальной машины а игру перезапустить как все сложно хорошо сейчас сделаем дамы и господа мы перезапустились смотрим что теперь здесь у нас что нет как смысле запустите а файл перезапуск с х господи это это тут это самое я чё хакер перезапустить эту виртуальную машину доки доки литер черкла все измененные элементы конфигурации данные вернуться к исходному состоянию такие все останавливается для скипнуть этот белый шум для обязательно мне помощь надо здравствуйте это мы видели это мы видели когда диск дисклеймер самом начале с не надо не ознакомливаться мы уже с игрой ознакомились с вами все подтверждаю так и главное меню изначально выглядит вот так то есть ты не знаешь что ты не знаешь что можно сделать вот так изначально смотрим дамы и господа значит персонажи моника кстати у нее весом большой по файлам т.д. чё ты тут делаешь чон тут делают погоди я все правильно же сделал смотрите я зашел файлы я зашел в персонажи моники здесь нет в чем прикол какие-то доп сюжеты еще если надо посмотреть что это такое это же типа расширенная версия плюс возможно тут что-то какие-то дополнительные сцены давайте начинаем введите имя конечно же какое еще может быть имя у меня но файла моники нет изначально сайори сайори что это да что же это да что ж такое нет не может быть это невозможно что это что я такое хватит пожалуйста хватит что блин что что это было конец ничего себе это 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 в смысле это в смысле это в смысле в еще персонажей нет а конец офигеть офигеть я то думал знаете что типа ну если самого начала удалить монику то возможно там игра пойдет по другому и может там девочки скажут блин ты удалила с самого начала спасибо тебе нам опять перезапуск сделать потому что у нас вообще никого нет внезапно внезапно но если всех удалить я так понимаю то же самое да то есть вот сейчас никого нет но я удалял только монику она сразу же подтерла за собой всех остальных да мы мы соглашаемся со всеми дисклеймерами конечно мне не нужно ничего сейчас рассказывать я все подтверждаю блин но моника конечно опасная слушается все дико дико с такой шутки плохи не дай бог влюбиться еще все перешибет на своем пути вместе с тобой так персонажи значит а можно вот на контроль зажать и сразу все выделить нельзя слушай а что если невозможно стереть файл юри требуется повышенный допуск смысла я только монику могу удалить а остальных я не могу удалить и открыть я не могу это временный диск не используйте его для хранения вашего важных данных если вам необходим доступ к удаленному хранилище зашифрованными файлами скопируйте их на переносной носитель подключите к тонкому клиенту не копируйте их сюда окей совещание заметки окей что за тонкий клиент короче мы не можем никого больше удалить правильно на цуки с айори мы не можем можем удалить только монику изначально с этого смысла никакого абсолютно нет потому что опять мы увидим великолепный в кавычках кадр с айори мне он не нравится давайте посмотрим что такое дополнительные сцены раз уж мы с вами тут сегодня собрались если что то интересное и прям стоящее внимание мы мы их даже с вами там потыкаем а если нет то нет а так все хорошо начиналось такой милой мелодии так доп сюжеты дополнительные сюжеты это рассказы о дружбе не связанные с основными с сюжетом игры вы сможете получить к ним доступ если напишите стихи для разной героини посмотрите особые сцены с ними доверие доверие понимание понимание внезапно а где здесь на цуки вот саюри 1 2 3 4 вот юри 1 2 вот моника что это такое дополнительный сюжет давайте посмотрим что за два дополнительных сюжетом 2 открыли 2 посмотрим мне слайд-шоу покажут под музыку а вот такого по моему кадра не было в игре ну что друзья литературный клуб открывается садитесь по местам и начнем я так скучаю по клубу дебатов кто мог знать что организовывать клуб с нуля это так сложно никто не приходит мне с каждым днем становится все тоскливее я начинаю терять уверенность в себе моника единственный член литературного клуба сколько она не пыталась завлечь в клуб хоть кого-нибудь все было тщетно может я делаю что то не так моника косится на листовке которые она раздает школе заголовок гласит вы любите литературу похоже никто не любит литературу настолько чтобы предпочесть этот клуб всем прочим любовь к литературе это не то от чего мне надо отталкиваться я должна продать им идею концепцию но какую именно концепцию моника сидит за партой погрузившись в раздумья она не успевает опомниться опомниться усталость и бессонные ночи берут свое здесь так тихо жужжание кондиционера успокаивает наверное история про то как саюри присоединилась к клубу она же второй член клуба и вице-президент привет моника подскакивает разбуженная незнакомым голосом ой мамочки прости пожалуйста со мной в первый раз такое хе хе тут что сонный клуб нет это моника осекается ей становится неловко признавать что это литературный клуб это литературный клуб ура а то я уже решила что не туда попало мне очень жаль с моей стороны это было крайне непрофессионально не извиняйся я тоже вечно засыпаю а так я что пропустил заседание клуба где все даже не знаю как сказать тут только я и есть серьезно и больше никого но мы набираем еще народу я очень стараюсь погоди если тут только ты значит я могу быть вице-президентом то есть как вице-президентом а опыт работы у тебя есть спать за партой я точно умею лучше тебя может мне вообще президентом стать да ты надо мной смеешься ой прости я нечаянно а как тебя зовут Сайори так вот Сайори в этот клуб я вложила много очень много сил и стараний конечно ты меня застала в неловкий момент но это ужасно обижает когда тебя не принимают всерьез понимаешь для меня все это очень важно и я хочу собрать вокруг себя людей которые будут разделять мои чувства о нет извини пожалуйста для меня это тоже важно честное слово я просто не умею быть серьезной вот и все я не хотела тебя задеть и насчет вице-президента я пошутила из меня бы вышел ужасный вице-президент да нет же Моника пытается сказать что-то в утешении но это сложно ведь она пока ничего не знает о Сайори мне очень жаль что пока все это не похоже на настоящий клуб но если я найду еще хоть пару человек ты согласишься к нам присоединиться вот еще я хочу вступить в клуб прямо сейчас правда ну да по моему это прикольно и я вижу что ты очень старалась ты делаешь очень крутую штуку и должна собой гордиться так давай я тебе помогу мы покончим со стрессом и начнется веселье это я умею лучше всех ха ха разве от такого предложения можно отказаться большое спасибо за такие слова Сайори кстати меня зовут Моника Моника классное имя ты просто пытаешься меня развеселить но ты же улыбаешься а я и не говорю что у тебя не выходит Моника смотрит на листовку лежащую на столе и осознает что ее имя там указано так чем мы займемся для начала ну сейчас уже поздновато да можем разойтись по домам и на досуге подумать как набрать в клуб людей запросто круто а мне надо еще подумать над концепцией клуба я думаю у нас должно быть что-то вроде сверх задачи моя сверх задача в том чтобы делать все вокруг всех вокруг счастливыми ха ха вот что-то в таком роде мне надо об этом поразмыслить скажи а ты обнимашки любишь наверное да Сайори внезапно сгребает Монику в дружеские объятия потом отпускает иногда людям просто бывает нужно чтобы их кто-то обнял кроме того Сайори произносит это громким шепотом энергия обнимашек подпитывает меня ха энергия обнимашек Моника смеется хотя Сайори ничем на нее не похоже Моника приободряется может это потому что в клубе наконец появился кто-то кроме нее но тогда давай до завтра буду ждать придумаем что-нибудь интересное да супер я сегодня вечером еще подумаю как бы нам набрать в клуб людей мне тоже перевели как то криво наверное я тоже проходит день и Моника с Сайори вновь сходятся в литературном клубе Моника как президент конечно же приходит первой но ждать Сайори ей приходится куда дольше чем она рассчитывала уже десять минут прошло а что если Сайори передумала и не придет нет не может быть она вчера была такая радостная но я начинаю тревожиться внезапно в кабинет впархивает Сайори в руке она сжимает лист бумаги извини я опоздала но я уже тут все в порядке добро пожаловать и Сайори подлетает к Монике и кладет бумажку на стол перед ней ой что это возьми меня за руку возьми меня за руку уведи меня за собой забери меня в свою сказочную страну скажи чтобы я смотрела под ноги чтобы случайно не оглянулась на свои следы взойди по ступеням первым пока я сзади смотрю на тебя снизу вверх я смотрю вперед а значит вверх и все это я готова тебе отдать позволь мне идти за тобой и я доверюсь тебе в остальном доверься и прими мою улыбку и я поверю что ты улыбнешься в ответ возьми мою руку возьми меня с собой возьми меня в твою сказочную страну да это же замечательно это ты написала сайори ну да погоди стой нет это не та сторона бумажки а я не собирался это показывать мне так неловко моника переворачивает лист с другой стороной там целый список предложений как завлечь в клуб людей ого это то что ты собиралась мне показать ну скажи мне же интересно ты часто сочиняешь стихи да но у меня наверняка получается в сто раз хуже чем у тебя ха да нет же на самом деле стихи у меня просто ужасные я ни разу не сочинял ничего что мне бы самой понравилось со мной вечно так напишу потом перечитываю через неделю и думаю что за бредятина даже не знаю у меня как будто внутри сидит трагическая героиня и ей нравится тот человек каким я хотел бы стать я понимаю это звучит глупо но ты должна больше верить в себя ты же президент литературного клуба ха да с этим не поспоришь я должна показывать другим пример знаешь мне кажется что то в этом роде в нашем клубе и должно быть что именно ну как чтобы мы все читали друг другу свои стихи и все такое да отличная мысль мне нравится так мы куда лучше узнаем друг друга в каждом из нас столько эмоций которые мы обычно не выставляем на показ но в стихах это можно выразить верно ага похоже концепция клуба наконец начинает складываться у меня в голове я рада что ты показала мне свои стихи хоть это и вышло случайно и я мне сперва было неловко а теперь нет даже приятно что ты это прочитала я я буду и дальше приносить тебе все что напишу было бы здорово ладно что то я отвлеклась давай обсудим вместе как нам заманить в клуб новичков у меня уже мозги кипят от мыслей вот вот взорвутся у меня не мозг а паровой котел ха сайори это ужасно ладно давай посмотрим на список напечь пирожных это я просто проголодалась но мысль то хорошая скажи хм надо об этом подумать в этом смысле что пирожные людям надо где то раздавать верно например на входе в клуб а если в листовке написать что мы угощаем пирожными ой нет к нам любители сладкого набегут а не литературы и что в этом плохого так они съедятся пирожные и разбегутся да ладно они не посмеют это было бы бессовестно понимаешь я хочу найти людей для которых литература не пустой звук даже если они все еще сами об этом не знают так что что там дальше по списку искать людей которые читают книжки что то я не уловила все просто надо нам надо ходить по школе и смотреть кто читает книги утром например или в обеденный перерыв и зазывать их в литературный клуб я вижу тут одну проблему если в школе кто то и читает книги скорее всего это домашнее задание как мы поймем что человек это делает для удовольствия так ведь всегда можно спросить нельзя отвлекать людей которые заняты домашним заданием об этом я и не подумала извини не извиняйся ты куда больше идей предложила чем было у меня вот дальше ты предлагаешь раздавать листовки из рук в руки это лучше чем вешать их на стене я завтра же и начну ура от меня хоть польза есть ха как ты могла в этом сомневаться надо только понять что мы будем говорить людям вручая им наши листовки глупо ведь твердить как попугаи приходите в литературный клуб нужно придумать чем нам заинтересовать людей может ты им расскажешь что в клубе происходит а что в клубе происходит моя задача это придумать так концепцию клуба так сайори а теперь сделай вид что ты обычный человек извини я ничего плохого не имела в виду ха я хотел сказать обычный человек которому суют листовку как ты отреагируешь на приглашение в литературный клуб ммм наверное так литература это тоска пойду-ка лучше в клуб анимешников что ха извини я просто одного приятеля вспомнила а если я к примеру скажу что мы вместе читаем книги и обсуждаем прочитанное на этом месте я б заснула говори за себя сайори да но и другим это тоже вряд ли понравится нам же надо их чем-то зацепить согласись ээээ ужас но почему все так сложно моника не грусти что тебе дает литература сайори я то же самое что писать стихи возможно выразить свои чувства выразить их так как это невозможно в обычной жизни когда ты просто занят делами или болтаешь с друзьями у нас ведь столько мыслей в голове столько чувств о которых никто не знает это очень внутреннее и как нам объяснить это людям можно к примеру говорить им самовыражайтесь сближайтесь с нами нет это как-то хи хи да я пошутила ой мамочки что в чем дело я все свои вещи в классе забыла так сюда торопилась балда торопилась но ты же впрочем ладно ты хочешь сходить за своими вещами да я опять все забуду если не принесу их сейчас ха хорошо я тебя подожду я быстренько сайори вылетает из кабинета ненадолго оставляя монику в одиночестве моника вздыхает берет лист бумаги и начинает набрасывать свои мысли самовыражайся будь тем кем захочешь найди новых друзей открой свое новое я познай свое сердце нет сердце вычеркиваем нет пишем сердце сердце открой словами приходи в литературный клуб сердце открой словами нет коряво звучит моника ой ты меня напугала прости но это важно я пока за вещами бегала там девочка читает книгу читает книгу скорее бежим затащим ее к нам в клуб постой а ты уверена что она не просто делает домашние задания да ты что она увлечена это сразу видно хм ладно пойдем посмотрим моника хватает одну из своих листовок и встает из-за стола они вместе выходят из класса сайори ведет монику за собой сюда да не беги ты так сайори подводит монику к нужному кабинету и понижает голос до шепота гляди вот она моника заглядывает внутрь и правда там в полном одиночестве сидит девочка и читает книгу я себя ощущаю каким то маньяком зайди в класс и поговори с ней я ты президент а я еще перепугаю чего доброго ладно хорошо попробую моника делает глубокий вдох и неуверенно заходит в класс ого как ты быстро мамочки стыдно то как что такое в чем дело хм ну я в кабинет зашла она даже от книги не оторвалась поэтому я просто оставила листовку у нее на столе и ушла ха прелесть какая я уверен она наверняка теперь придет к нам в клуб очень на это надеюсь ну что пойдем обратно они возвращаются в класс сайори рада рад рада радешенька что у нее все так хорошо получилось монике до сих пор неловко моника и сайори вновь садятся и начинают обсуждать свои планы они перебирают все возможности привлечения новичков от серьезных до самых нелепых пробежавшись по списку сайори обсуди и обсудив идеи которые пришли в голову моники они решают что делать дальше я бы сказала мы отлично потрудились сегодня ага мне кажется прогресс на лицо что скорее бы тут появилось побольше народу ой а это что сайори заглядывает в листок над которым моника корпела чуть раньше не смотри там глупости всякие я просто размышляла приходи в литературный клуб сердце открой словами это же супер ха мне это показалось слишком напыщенным но сайори задумывается на пару секунд знаешь мне кажется ты себя не даст недостаточно ты себе недостаточно доверяешь в каком смысле в смысле даже не знаю мы с тобой говорили сегодня и у меня такое чувство возникло как будто ты вечно боишься что то сделать неправильно да но ты бы назвала себя перфекционисткой угу точно это я и есть понимаешь в своей голове я точно знаю как все должно быть и на меньшее не соглашусь но ведь это толкает меня вперед заставляя не опускать руки я не вижу тут ничего плохого возьми хоть наш клуб мы можем воплотить в реальность свою мечту сделать его идеальным но у нас на это один единственный шанс поэтому я очень боюсь отклониться в сторону потерять концепцию какая у нас концепция ну моника задумывается потом качает головой она вздыхает я не знаю я всего лишь хочу моника замолкает не договорив саюри с улыбкой постукивает пальцем по листу бумаги сердце открой словами мне кажется то к чему ты стремишься это создать клуб который нужен тебе самой и конечно ты знаешь себя лучше чем кто бы то ни было но я рядом и всегда готова тебе помочь моника улыбается саюри в ответ удивительно какая ты добрая у нас будет лучший клуб на свете саюри кивает и они обе какое то время молчат погрузившись в свои мысли тишину нарушает лишнее громкое гудение кондиционера вокруг все замерло в неподвижности и только солнечные лучи то пробиваются из-за туч то пропадают вновь саюри широко зевает нарушив торжественность момента что по домам как скажешь ты же у нас президент ха в таком случае на сегодня клуб закрывается увидимся завтра ага саюри просияв подхватывает свои вещи ты иди а я посижу еще немного да я и подождать могу все в порядке мне просто надо побыть одной ладно если так саюри радостно машет моники на прощание удачи моника улыбается и машет рукой в ответ саюри выбегает из класса оставшись одна она со вздохом погружается в свои мысли она не была готова к самоанализу но саюри подтолкнула ее и моника решает что ей нужно поразмыслить об этом клуб который нужен мне самой не понимаю я просто хотела создать клуб который меня увлечет дать другим людям нечто такое что сделает их счастливее литература это ключ и окно в которое можно заглянуть и увидеть себя настоящего а не человека который вынужден всем улыбаться и поступать как надо человека которому вечно приходится быть идеальным хм внезапно на полу своей парты моника замечает бумажную папку это что саюри обронила надеюсь там не ее домашка встревожившись моника открывает папку стихи это папка со стихами стать цветком ты умрешь и ты тоже у меня под ногами последний цветок он манит меня я сгибаю стебелек обрываю цепкие корни ласкаю в пальцах последние мгновения радости но для чего теперь а пробел лажал дурак господь христос иисус всемогущий зачем мои пальцы жмут на пробел дамы и господа перемотайте пожалуйста если хотите дочитать это и прочитайте я прошу прощения что там стоп саюри блин а а тут нету его электрический импульс дальнего что что это а такое было электрический импульс из дальнего уголка моего мозга соединяет нервы окончания химические процессы в единую сеть недоступную никому химия заставляет мою грудь трепетать и сердце биться нервы заставляют руку двигаться пятная мертвую древесину темной жидкостью чернила оставляют отблески в твоих глазах когда ты берешь этот лист считай ты держишь мою руку которая исписала его целиком пусть смешаются наши чувства чтобы сердца забились в гармонии соединившись я наэлектризован стихотворение монники появляющиеся раньше в особых случаях может быть дыра в стене колесо енот вот стать цветком продолжим у меня под ногами последний цветок он манит меня я сгибаю стебелек отрываю цепкие корни ласкаю в пальцах последние мгновения радости но для чего теперь куда не кинешь взгляд лук что еще недавно радовал цветением лежит опустелый своими руками я это сотворила убийца и тогда я решила что должна сама стать цветком стихи саюри из дополнения сюжета доверия угу 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 тут в принципе уже в этом стихотворении неплохо так намекают нам на ее внутренние переживания и депрессию депрессию я думал мы успеем сегодня два доп сюжета посмотреть но как-то заняло много времени а я открылась это ой тут будет еще вот это и вот это и вот это значит будем смотреть в следующем эпизоде посмотрим если успеем три сюжета будет замечательно сегодня будем заканчивать дамы и господа я благодарю вас за то что вы посмотрели эту серию подписывайтесь на канал подписывайтесь также на телеграм-канал и группу вконтакте ссылки на которые вы найдете в описании под роликом ставьте лайки комментируйте и увидимся с вами в следующем эпизоде прохождения доки-доки literature club и в других играх всех обнял